Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галина Титарчук. В Москве в рамках официального визита премьер-министр Японии Синзо Абе прошел Японо-Российский форум поиск возможностей для более эффективного сотрудничества. В форуме участвует премьер-министр Японии Синзо Абе, первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, а также руководители крупнейших японских компаний, таких как Mitsubishi Heavy Industries от Zinamoto Olympus. В его работе принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. Сотрудничество России с ее территориями и ресурсами, и Японии с ее идеями и технологиями должно стать более продуктивным, отметил премьер-министр Японии. Вместе с ним в Россию приехала представительная делегация бизнес-сообщества страны восходящего солнца, впервые столь многочисленная за всю историю наших отношений. Господин Синзо Абе надеется, что японский опыт послужит повышению качества жизни россиян, и в первую очередь он применим в сельском хозяйстве, городском хозяйстве, медицине. Японская страна нацелена на сотрудничество не только с Россией в целом, но и с регионами. Чувашия, в свою очередь, готовы к расширению деловых связей. У нас наметки есть по твердым бытовым отходам, у нас наметки в сельском хозяйстве, у нас наметки из медицины. Я уверен, что в среднесрочной перспективе один из проектов у нас будет реализовываться на территории нашей Чувашской земли. А мы, органы власти, создадим благоприятную среду для того, чтобы они чувствовали комфортно на Чувашской земле и могли реализовать свои идеи, свои проекты. Как разрабатываются и принимаются в нашей стране законы, современная молодежь хочет не только знать это, но и участвовать в процессе. С марта прошлого года в нашей республике действует общественная молодежная палата. Накануне ее работу оценила депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Вот в Англии парламент начал свою работу в 1265 году, а у нас, к сожалению, это было немножко иначе и практически спустя 700 лет, ну там 650. Если точно, то разница составляет 641 год. В 906 году в России начала работу Государственная Дума. А в конце апреля 2013 страна впервые отметила день российского парламентаризма. В рамках этой даты депутат Госдумы Алена Аршинова посетила 10-е юбилейное заседание Общественной Молодежной Палаты при Государственном Совете Республики. Многое зависит от нас, тем более, что вы и так влияете на все процессы. Очень много интересных законопроектов, которые нуждаются и в оценке молодых людей. Молодых людей, у которых свежий взгляд на проблемы. И я думаю, что этот свежий взгляд как раз у нас есть. Молодежная палата – это не только обсуждение и оценка. У ее представителей есть реальная возможность действовать и влиять на ситуацию в стране. Цель Молодежной Палаты, она как и некого экспертного сообщества, только стоящего из молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Разрабатывается законопроект. Молодежные палаты есть право обратиться в Госсовет и внести свои законодательные инициативы, если они есть. В частности, были внесены предложения по изменению критериев оценки соискателей на президентскую стипендию. Кстати, такая палата работает не только в Чебоксарах. На данный момент по республике действуют уже шесть молодежных парламентов. Работа по их созданию продолжается. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. Чебоксары встретили участников легкоатлетического пробега в честь великого чувашского просветителя Ивана Яковлева и историка, этнографа, филолога и основателя газеты «Хабар» Николая Никольского. Посвятили его важным датам – 165-летию со дня рождения Ивана Яковлева и 135-летию со дня рождения Николая Никольского. Это второй подобный пробег. Первый был 10 лет тому назад. Маршрут пробега проходил по территориям Татарстана и Чувашии. Начался на родине чувашского просветителя Ивана Яковлева, рядом с памятником общественному деятелю, где заложили камень под будущую часовню. На пятый день пути были уже в Чебоксарах. Пробег получился масштабным. Татарстан – это начало нового кошки Тимбаева, родины Яковлева, Титюшский район, затем Буинский район. Там знаменитая у нас деревня Тухрьял, 9 деревень. Оттуда вышли порядка 30 писателей, композиторов, музыкантов. Затем Трожановский район, потом Шамуршинский, Батревский, Комсомольский, Канажский, Цивильский, Чебокскарский районы. Вместе с профессионалами, мастерами спорта международного класса, призерами республиканских соревнований бежали любители спорта. Одних участников сменяли другие, но у колонны был основной костяк. Возглавляла его титулованная спортсменка, за которой прочно закрепился имидж неукротимой и железной в спорте. Чемпионка мира и Европы по спортивной ходьбе Алина Иванова. Для нее этот пробег символичен. Окончила колледж имени Николая Никольского и педуниверситет имени Ивана Яковлева. Мы по-разному бежали. Иногда бывало, где транспорт очень сильно, проезжали на газели. Но к нам постоянно, когда мы пробегали населенные пункты, присоединялись к школьнике и мы бежали с ними. Всем было очень интересно, радостно. У нас участники пробега перезнакомились со всеми. Одному из самых старших участников пробега 74 года. Житель Урмар Николай Михайлов стартовал вместе со всеми в Татарстане. Круглый год я спортом занимаюсь. Зимой на лыжах, летом бег. Были моменты позавчера, под тождем бегали, ветер сильный, холодный ветер. Но все мы выдержали, никто не обижается, все нормально. На каждой остановке участников пробега встречали хлебом с солью, знакомились с местными достопримечательностями. Как говорят организаторы, этот пробег больше, чем пробег. Это ведь при том еще встреча с населением, со школьниками, с колхозьми, ну как раньше называют, сельчанами. Для них было некое даже откровение, некоторые факты из жизни наших великих просветителей Яковлева Никольского. Поэтому я считаю это настолько плодотворным наше мероприятие с точки зрения пропаганды, знаний о наших просветителях. Далее участники пробега пересекут Чебоксарский район, а закончат маршрут в Маргаушском, в деревне Юрмикейкино, на родине Николая Никольского. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Юный спасатель. Пятилетняя жительница Канарского района предотвратила страшную трагедию. От верной гибели Юля Андреева спасла двоих односельчан. Мальчишки играли на водоеме и не заметили, как под их ногами начал трещать лед. На их счастье рядом оказалась девочка. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Она сейчас маленькая, но тогда была вот знаете, с какой такой ширины. Через речку пройти невозможно. Там у нас внизу есть маленький мостик и через него тоже страшно даже перейти. В обычное время тихая речка Уреть в половодье всегда размывается вдоль берегов. Часто вода подходит вплотную к жилым домам. Ранней весной она представляет опасность даже для взрослых. Хотя в любое время года это место пользуется популярностью у деревенской детворы. Именно сюда в начале апреля пришли поиграть два друга. Многие говорят, что в тот день мальчики катались на льдине. Детская шалость едва не привела к трагедии. У Кирилла вон руки были на грязи. А вот его вещи все-то вон припережали. Кто знает, что бы случилось с мальчиками, если бы не Юля. В тот день сильным течением Алешу и Кириллу унесло далеко от берега. И только чудом им удалось ухватиться за это бревно. Выбраться самим отсюда мальчишкам уже бы не удалось. Сильное течение с одного из мальчиков даже снесло обувь и одежду. С каждой минуты силы покидали ребят. Пятилетняя Юля играла неподалеку от реки и совершенно случайно услышала крики ребят. Не раздумывая ни о чем, девочка побежала звать на помощь. Вон там сидели. Ты что им сказала? Когда прибежала? Я сказала их, что Кирилла и Алеша чуть не утолнили, сказала я. Но поначалу к словам Юли взрослые серьезно не отнеслись. Подумали, что она шутит. Не до шуток мужчинам стало, когда девочка подбежала к ним во второй раз. Ребят в последний момент успели вытащить из реки. Один из них отделался легким испугом, другого с обморожением доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Жизнь девочки с того дня изменилась кардинально. Слава о юном спасателе облетела весь район. Юля у нас настоящий герой. Деревня Яманово, Канадского района. Точка такая, 6-летняя, я дочка спасла. Твоих мальчишек. Спасателя Юлю в МЧС пока не представили к награде. Местные жители надеются, что это все-таки произойдет. Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева и Александр Петров. Республика. Чувашские приставы записались в доноры. Сотрудники управления приняли участие в благотворительной акции «Сдай кровь нуждающемуся». Если в прошлом году в ней приняли участие всего 39 человек, то в этом году добровольцев оказалось почти в два раза больше. Донорская кровь необходима во многих отраслях медицины. От нее зачастую зависит жизнь человека. Без переливания крови и ее компонентов невозможно вылечить многие заболевания. По словам медиков, в ней постоянно нуждаются пациенты медицинских учреждений республики. Некоторые приставы стараются сдавать кровь регулярно. В этот раз сотрудники управления в общей сложности сдали почти 28 литров крови. Галина Титарчук, Антон Антонов, Республика. Следственные органы Следственного комитета России по Чувашии подвели итоги по расследованию уголовных дел о нарушении правил охраны труда. В прошлом году возбуждено 24 уголовных дела о нарушениях правил охраны труда, что в два раза больше, чем в 2011. Наиболее часто нарушают правила охраны труда в Чебоксарах и на Учебоксарске. В основном дела возбуждают по фактам производственного травматизма во время выполнения строительно-монтажных работ. Одно из последних громких происшествий. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту смерти работника предприятия при разгрузке вагона щебнем в феврале 2013 года. В результате нарушения правил охраны труда его завалило щебнем. Как показывает анализ, основными причинами, в результате которого становится возможен производственный травматизм на предприятиях, является недостаточный контроль либо его отсутствие со стороны ответственных лиц на предприятиях за соблюдением подчиненными работниками правил техники безопасности при выполнении отдельных видов работ, отсутствию пострадавших необходимых средств индивидуальной защиты, предоставление работодателям неисправного оборудования, в том числе с истекшим нормативным сроком службы, а также незаключение с работником письменного трудового договора и непроведения инструктажа работников по технике безопасности. Кроме того, одной из причин, посовершившись в совершении данных преступлений, это допуск работодателями, причиненных к работе в состоянии алкогольного опьянения. В ходе совместной операции сотрудников МВД и ФСБ был задержан Чебоксарец, который попытался собрать у себя дома пистолет «Вальтер» времен Великой Отечественной войны. В суд приговорил 56-летнего Николая Корпеева к полутора годам условно. Кроме того, ему предстоит заплатить 10 тысяч рублей штрафа. В поле зрения оперативников силовых структур 57-летний любитель оружия военных лет попал еще в прошлом году. Стало известно, что он собирается дома собрать пистолет «Вальтер». В ходе следствия, а в дальнейшем у судом, было установлено, что гражданин Корпеев посредством сети интернет устанавливал контакты с лицами, располагающими основными частями огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны, и за определенное вознаграждение приобретал их с целью последующей сборки. Для пересылки основных частей оружия использовались каналы почтовой связи. Один раз составные части ему были присланы в тайнике, вырезанном в книге. За них мужчина заплатил 18 тысяч рублей. Пистолет – не единственная опасная находка, обнаруженная у чебоксарца. Дома он хранил десятки единиц холодного оружия и составные части пулемета Дегтярева. Сегодня день пожарной охраны. На протяжении многих веков люди боролись с неподвластными природными стихиями, в том числе и пожарами. 30 апреля в главном управлении МЧС поздравляли огнеборцев и журналистов, которые рассказывают об их работе. Начальник главного управления МЧС России по Чувашской республике генерал-майор Станислав Антонов отметил, что особую роль в обеспечении покоя граждан по праву занимает пожарная служба. Много лет прошло становление и развитие этой службы. Сегодня она уже превратилась в достаточно универсальную, не только пожарную службу, а пожарно-спасательную службу. Задач мы сами ощущаем, что возлагают на нас все больше и больше. Ну и люди нам доверяют. Люди доверяют свою жизнь, свое имущество. И, соответственно, наверное, каждый из нас, придя на эту службу, просто обязан это доверие оправдать. Главный спасатель республики наградил отличившихся в службе сотрудников МЧС ведомственными наградами, а представителей республиканских СМИ – дипломами и необычными подарками. Национальная телерадиокомпания «Чуваши» получила заслуженную награду в конкурсе «Огонь и люди-2013» за профессиональное и качественное освещение деятельности МЧС. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Жизнь в палатках, шумные веселые соседи, пища на костре – и все это под знаком «Пять звезд». Это не про отели «Теплого моря». Пятизвездочным в этом году будет молодежный форум «Молгород». Пять звездочек у эмблемы «Молгорода» появились не случайно. Это тоже своего рода выдержка и знак качества. В этом году форуму исполняется пять лет. Активная молодежь, творческие коллективы, объединения и общественные организации оккупируют базу отдыха «Буревестник» с 3 по 9 июня. Культурные и образовательные программы, спорт, отдых и развлечения – все включено. С цифрой 5 будет связана вся работа форума. Участников ждут пять площадок – волонтерство и международные студенческие программы. Государственное и муниципальное управление, предпринимательство и экономика, лидерство и психология, и журналистика и пиар. Кроме того, каждый день будет посвящен определенной тематике – образовании и карьера, сельское хозяйство, IT, культура и творчество, а также экологии и энергосбережения. В Чебоксарах зажглись хрустальные звездочки. На днях в Чувашском институте культуры и искусств прошел региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса, организованный Федеральной службой судебных приставов. Свои таланты на сцене продемонстрировали дети сотрудников правоохранительных органов. Ребята соревновались в трех номинациях – исполнительское мастерство, хореография и вокал. Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – единственный в стране, организованный специально для ребят, чьи родители по долгу службы не могут уделять им много времени. Аналогов этому конкурсу в мире не существует. Мастерство артистов оценивали заслуженные работники культуры Чуваши. Техника исполнения, эмоциональность и артистизм, оригинальность, качество музыкального сопровождения. На все это строгое жюри обращало внимание. В итоге в каждой номинации определились свои победители. В этом году россияне на майских праздниках будут отдыхать по-новому. Благодаря тому, что новогодние праздники укоротили на два дня, майские каникулы стали длиннее. В мае у нас появился дополнительно практически двухнедельный отпуск, который можно посвятить отдыху, себе любимому или своему приусадебному участку. Выбор за вами. А я с вами прощаюсь. Удачных вам праздников. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова